Добрый вечер, в эфире второго армянского телеканала «Право на слово». Сегодня наш гость – ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Николай Силаев. Добрый вечер, Николай Юрьевич. Вы не в первый раз в Армении, но впервые вас так подробно и много цитирует армянская пресса. Расскажите, пожалуйста, чем занимается Институт международных исследований и, в частности, ваша лаборатория анализа политических процессов? Институт международных исследований – это исследовательский центр, который существует в МГИМО уже более 40 лет, был создан еще в советское время, тогда для аналитического обеспечения деятельности еще МИДа Советского Союза. Теперь мы продолжаем эту работу с Министерством иностранных дел Российской Федерации. Кроме того, мы проводим и фундаментальные прикладные исследования по международным отношениям, по политическим трансформациям в зарубежных странах. Здесь понятно, что наш главный интерес адресован к странам постсоветского пространства, потому что они для российской внешней политики были и остаются, надолго останутся приоритетом. Что касается таких теоретических вопросов международных отношений, мы много занимались в последнее время вопросами международных союзов, вопросами внешнеполитического поведения крупнейшего государства и, возможно, закономерности, которым это поведение подчиняется, тем, что привносят в современные международные отношения технологические трансформации, которые происходят в мире. Такой круг тем, которые нас интересуют. Для меня Кавказ это такая первая и наиболее важная специализация, причем и северный и южный. И как международник я довольно много пишу о Кавказе и академические публикации, и публикации аналитические прикладные. Каким основным угрозам и вызовам противостоит совместный армяно-российский политический союз, по вашему мнению? Это очень хороший вопрос. И главный вызов, которому этот союз противостоит сейчас, потому что, на мой взгляд, обстановка в регионе после Второй Карабахской войны сильно изменилась. И, на мой взгляд, она изменилась не в лучшую сторону. Это, конечно, во-первых, остается угроза возобновления военных действий. Во-вторых, необходимо перестроить ту прежнюю систему сдерживания, которая в регионе существовала. Я имею в виду в данном случае не только Армению и Азербайджан. С обеими этими странами у России развиваются отношения, хотя, конечно, эти отношения разные. И повестка в этих отношениях разная. Но я имею в виду Турцию, я имею в виду проникновение НАТО помимо Турции в регионы, активность НАТО в регионе. И это все вызовы, которые стоят сейчас перед Российско-Армянским Союзом. Это, конечно, причем я бы хотел подчеркнуть, что совершенно не случайно такая, я бы сказал, насыщенная система отношений. Это такие настолько насыщенные институциональные отношения между Россией и Арменией. Здесь и двусторонние военно-политические гарантии, и ОДКБ, и Евразийский экономический союз. Задача российско-армянских отношений не только в том, чтобы обеспечить безопасность, как ее две страны понимают. Я думаю, что они здесь мыслят в большой степени солидарно, но и обеспечить обеим странам экономические преимущества от этих отношений, экономические преимущества от связей. Потому что, конечно, один из вызовов, который есть сейчас, это экономическая мощь Армении, демографическая ситуация в Армении. Все это, так или иначе, вопросы, на которые придется отвечать и в рамках российско-армянских отношений тоже. Каким бы хотел видеть своего стратегического союзника Россия, какой бы хотели вы видеть сегодняшнюю Армению? Прежде всего, процветающий, мирный, с быстро растущей, развивающейся экономикой, с позитивной демографической динамикой. Достаточно сильный для того, чтобы противостоять вызовам, которые возникают в регионе. И в то же время, и с точки зрения союза, это, наверное, главная вещь, необходимо, чтобы существовало прочное доверие между Москвой и Ереваном. И обе стороны были достаточно, были полны решимости в том, чтобы эти отношения продолжать развивать и укреплять, и видели бы их как стратегические. Что вы думаете о современном состоянии наших политических, экономических, культурно-гуманитарных отношениях? Что можно еще сделать для нашего союза? Здесь, как мне кажется, есть один парадокс. С одной стороны, Армяно-Российский союз прочен. Я думаю, что события и 2018, и 2020 года доказали его прочность. Потому что, несмотря на резкие перемены внутриполитической конъюнктуры в Армении в 2018 году, союз сохранился. И те люди, которые пришли к власти, хотя некоторые из них говорили, что союз не нужен, придя к власти и взвесив все обстоятельства, поглядев на вещи уже не глазами оппозиционных политиков или активистов, а глазами государственных деятелей, глазами политиков, которые отвечают за государство, пришли к выводу, что этот союз необходим. И это значит, что у него есть достаточно сильная институциональная основа, которая может выдержать испытания внутриполитической конъюнктуры. И это важно. Что касается 2020 года, я полагаю, что Россия сделала все, что от нее зависело, для того, чтобы остановить военные действия как можно скорее. И Россия оказала масштабную помощь в Армении, когда это Армении потребовалось. Ну и, наконец, это российский миротворцы сейчас гарантируют безопасность населения Нагорного Карабаха. Хотя Нагорно-Карабахский вопрос никогда не был предметом, собственно, Российско-Армянского союза, тем не менее, здесь этот механизм тоже сработал. Что при этом, как мне кажется, Российско-Армянскому союзу не хватает. Видите ли, есть государственные деятели, дипломаты, военные обеих сторон, которые давно и плодотворно сотрудничают друг с другом. И есть общество, которое в недостаточной степени осведомлено о смысле этого сотрудничества, о его содержании. На мой взгляд, Российско-Армянскому союзу сейчас не хватает достаточно сильной гуманитарной составляющей, достаточно сильной общественной составляющей, для того, чтобы это было делом не только государств, не только компаний, но еще и людей, для того, чтобы преимущества этого союза были очевидны, и для того, чтобы он был еще прочнее с точки зрения его устойчивости к возможным колебаниям политической конъюнктуры в обеих странах. — Турция продвигается в направлении Южного Кавказа, все мы это видим. В этом ему помогает младший брат Азербайджан. Мне очень хотелось бы узнать, что вы думаете, может ли Россия своим присутствием на Южном Кавказе уравновесить положение? Может ли Армения надеяться на помощь России в минимализации последствий турецкой экспансии? — Я полагаю, что да. Я только хотел бы, может быть, вот какую вещь уточнить. На мой взгляд, да, экспансия Турции — это реальность, это политика, которую Турция сейчас поддерживает. Но я думаю, что никто, включая само турецкое руководство, не осознает полностью, о чем, собственно, смысл. этой экспансии. Ведь Турция, если пытаться это описывать максимально нейтральным языком, оставляя в стороне моральные оценки, ведь Турция в 2020 году, оказав содействие Азербайджану в Нагорном Карабахе, тем самым предложила России какие-то новые договоренности о том, как должен быть устроен регион. Турция, по сути, предложила России, чтобы регион стал таким совместным, попал под совместное управление Россией и Турцией, в котором они были бы равноправны. И если не регион в целом, то Турция, очевидно, претендовала на равность России и статус в регулировании Нагорно-Карабахского конфликта, в переговорах об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. И по итогам войны Турция этого не получила. И эта неудовлетворенность видна невооруженным глазом, она видна из инициативы Радогана 3 плюс 3, на которую все, кроме Азербайджана, на самом деле, включая Азербайджан, отреагировали довольно прохладно, без особого энтузиазма. Это видно из заявлений, действительно часто таких наступательных и воинственных заявлений со стороны Анкары. Это видно из Шушинской декларации, которая в то же время не так проста, как это может показаться, если смотреть на вещи глазами, например, бакинских комментаторов. Потому что, конечно, это не обязывающий документ, который может лежать в основе военно-политического союза. И как это представляется многим из Москвы, многим в Москве, Азербайджан, получив помощь с Турцией, добившись определенных результатов, опираясь на Турцию, в то же время хотел бы избежать чрезмерно тесных дружеских объятий. Так что, на мой взгляд, проблема не так остра, как это иногда кажется. Хотя, конечно, ее нельзя недооценивать. И такой, я бы сказал, раскованный, иногда на грани авантюрности характер турецкой внешней политики, это то, что мешает Турции в отношениях с очень многими партнерами, далеко не только с Россией. Как вы оцениваете уровень сотрудничества армянских и российских ученых и экспертов? Как воспринимают в ведущих армянских университетах, вузах? Сотрудничает ли МГИМО с армянскими партнерами? Сотрудничает. И у нас тут есть хороший опыт и участие в совместных конференциях, в том числе. Конечно, это все, это сотрудничество нужно укреплять. В этом отношении встречи в ведущих вузах Армении вселяют большой оптимизм. Потому что интерес к теме российско-армянских отношений очень высок. Интерес к России очень высок. Потребность разобраться в том, что происходит в России без каких-то идеологических клише или идеологических шор, тоже очень заметна. И я думаю, что здесь у нас есть большой потенциал сотрудничества и надеюсь, что мы его используем. Тем более, что, насколько я понимаю, правительства обеих стран поощряют совместные исследования. И здесь нам дело только за тем, чтобы темы этих совместных исследований предлагались и сами исследования проводились. Вот сегодня у вас была открытая лекция в Ереванском государственном университете. Какое у вас впечатление от студентов? Какие вопросы задавали они вам? Не задавали вопросы, конечно, в первую очередь о том, что будет, о том, как видят в России перспективы и развитие российско-армянских отношений и ситуации в регионе. Конечно, есть вот это... Я думаю, что об этом надо откровенно говорить. Есть определенное чувство неудовлетворенности в отношении того, что делает Россия. И, на мой взгляд, это чувство неудовлетворенности. Хотя я его понимаю, я думаю, что на месте армянских коллег я задавал бы такие же вопросы. Но отчасти оно связано с тем, что далеко не всегда Россия, мои российские коллеги подробно и тщательно объясняют логику, которую руководствуется Россией. Условия, в которых находится Россия, те ограничения для российской политики, которые существуют. Русский язык, студенты, которые ко мне подошли после лекции задавать вопросы, задавали их на прекрасном русском. И это, конечно, очень приятно. И это тоже вселяет большой оптимизм по поводу Российско-армянского союза. Вчера в Армении отмечали 30-летие независимости. Ваши пожелания хотел бы услышать армянским телезрителям. Мира и процветания. Мира и процветания больших дружных семей. Большое вам спасибо за интервью. Субтитры создавал DimaTorzok.